Трансерфинг реальности. Ступень первая. Пространство вариантов. Реальность существует независимо от вас до тех пор, пока вы с этим согласны. Трансерфинг — это управление реальностью. Модель вариантов. Шелест утренних звезд. Я проснулся от лая соседской собачки. Гнусная тварь. Она всегда меня будит. Как я ее ненавижу. Почему я должен пробуждаться именно от звуков, которые издают это гадкое отродье? Надо пойти прогуляться, успокоиться и как-то отвлечься от острого желания поджечь соседский дом. Какая собачка, такие и хозяева. Вечно в мою жизнь вползают какие-то гады и стараются меня достать. Нервно одеваюсь. Опять куда-то запропастились мои тапки. Где вы, изворотливые ублюдки? Найду выброшу. На улице туман, сырость. Я шел по скользкой тропинке через угрюмый лес. Почти все листья уже опали, обнажив серые стволы полумертвых деревьев. Почему я живу посреди этого мрачного болота? Достаю сигарету. Вроде не хочется курить, но старая привычка говорит, что надо. Надо? С каких это пор сигарета стала для меня обязанностью? Да, довольно противно курить утром на голодный желудок. Это раньше в веселой компании сигарета доставляло удовольствие. Была неким символом моды, свободы, стильности. Но праздники кончаются, наступают дождливые серые будни с лужами вязких проблем. И каждую проблему по несколько раз. Заедаешь сигаретой, словно говоришь себе, вот сейчас покурю, отдышусь и снова окунусь в эту опостылевшую рутину. Дым от сигареты попал мне в глаза, и я на минуту закрыл их руками, будто обиженный ребенок. Как все надоело. И тут, словно в подтверждение моих мыслей, ветка березы, коварно изогнувшись, больно ударила меня по лицу. Сволочь. Я в бешенстве сломал ее и швырнул в сторону. Она повисла на дереве и начала раскачиваться и подпрыгивать, как паяц, будто демонстрируя все мое бессилие что-либо изменить в этом мире. Я уныло побрел дальше. Всякий раз, когда я пытался бороться с этим миром, он сначала поддавался, обнадеживая, а потом закатывал мне хороший щелчок по носу. Это только в кино герои идут к цели, сметая все на своем пути. В действительности происходит иначе. Жизнь похожа на игру в рулетку. Сначала выигрываешь раз, другой, третий, воображаешь себя победителем, и уже кажется, что весь мир у тебя в кармане. Но в конечном итоге всегда остаешься в проигрыше. Ты всего лишь праздничный гусь, которого откармливают, чтобы потом зажарить и съесть под звуки веселой музыки и смеха. Ты ошибся. Это не твой праздник. Ты ошибся. Так, барахтаясь в этих невеселых мыслях, я вышел к морю. Маленькие волны злобно кусали песчаный берег. Море недружелюбно дуло на меня холодной сыростью. Жирные чайки лениво ходили по берегу и клевали какую-то гниль. В их глазах была холодная черная пустота. Там будто отражался весь окружающий меня мир. Такой же холодный и враждебный. Какой-то бомж собирал на берегу пустые бутылки. Топал бы ты отсюда, чмо болотное. Я хочу побыть один. Нет, кажется, направляется ко мне. Наверное, будет клянчить. Пойду-ка я лучше домой. Нигде нет покоя. Как я устал. Эта усталость всегда со мной. Даже когда я отдыхаю. Я живу, словно отбываю срок заключения. Кажется, что вот скоро должно все изменить. Начнется новый этап. И тогда я стану другим. И смогу радоваться жизни. Но это все в будущем. А пока все та же унылая каторга. Все жду. А будущее так и не наступает. Сейчас я, как обычно, съем безвкусный завтрак и отправлюсь на свою скучную работу, где буду опять выдавливать из себя результаты, которые нужны кому-то, но не мне. Еще один день обременительной и бессмысленной жизни. Я проснулся от шелеста утренних звезд. Что это за унылый сон мне приснился? Словно вернулся какой-то осколок моей прежней жизни. Хорошо, что это всего лишь сон. Я с облегчением потянулся, как это делает мой кот. Вот он, лентяй, лежит себе развалясь и только ушами показывает, что осведомлен о моем присутствии. «Вставай, усатая морда, пойдешь со мной гулять?» Я заказал себе солнечный день и отправился к морю. Тропинка шла через лес, и шелест утренних звезд постепенно растворился в разноголосом хоре птичьего народа. Особенно кто-то старался там, в кустах. «Корм! Корм!» «А, вот он, негодник!» «Маленький пушистый комочек!» «Как тебе удается так громко верещать?» Удивительно, мне раньше не приходило в голову. У всех птиц совершенно разные голоса. Но ни один не вступает в диссонанс с общим хором. И всегда получается такая стройная симфония, которую не сможет воспроизвести никакой искусный оркестр. Солнце протянуло свои лучи между деревьями. Эта волшебная подсветка оживила объемную глубину и сочность красок, превратив лес в чудесную голограмму. Тропинка заботливо вывела меня к морю. Изумрудные волны тихо перешептывались с теплым ветром. Берег казался бескрайним и пустынным. Но я ощущал уют и спокойствие, как будто этот перенаселенный мир специально для меня выделил укромный уголок. Кое-кто считает окружающее пространство иллюзией, которую создаем мы сами. Но нет. У меня не хватит самомнения утверждать, что вся эта красота является лишь порождением моего восприятия. Еще находясь под гнетущим впечатлением сновидения, я начал вспоминать свою прежнюю жизнь, которая в самом деле была именно такой унылой и беспросветной. Очень часто я, как и многие другие, пытался требовать от этого мира то, что мне якобы причитается. В ответ мир равнодушно отворачивался. Советники, умудренные опытом, говорили мне, что он так просто не поддается, его надо завоевать. Тогда я пытался бороться с ним, но так ничего и не достиг, а только выбился из сил. Советники и на этот случай имели готовый ответ. Ты сам плохой. Сначала сам изменись, а затем требуй чего-то от мира. Я пробовал бороться с собой, но оказалось, что это еще труднее. Но вот однажды мне приснился сон, как будто я оказался в природном заповеднике. Меня окружала непередаваемая красота. Я ходил и восхищался всем этим великолепием. Тут появился сердитый старик с седой бородой, как я понял, смотритель заповедника. Он стал молча наблюдать за мной. Я направился к нему и только открыл рот, как он резко осадил меня. Холодным тоном он сказал, что слышать ничего не желает, что устал от капризных и жадных посетителей, которые вечно недовольны, постоянно чего-то требуют, громко шумят и оставляют после себя горы мусора. Я с пониманием кивнул и отправился дальше. Уникальная природа заповедника просто ошеломила меня. Почему я раньше здесь не бывал? Как завороженный я шел без определенной цели и глазел по сторонам. Совершенство окружающей природы невозможно было адекватно выразить никакими словами. Поэтому в голове была какая-то восторженная пустота. Вскоре передо мной снова появился смотритель. Суровое выражение его лица несколько смягчилось. Он знаком предложил мне следовать за ним. Мы поднялись на вершину зеленого холма и нам открылся вид на долину удивительной красоты. Там располагалось какое-то поселение. Игрушечные домики утопали в зелени и цветах, словно показывая иллюстрацию к волшебной сказке. На всю эту картину можно было бы смотреть с умилением, если бы она не казалась какой-то нереальной. У меня возникло подозрение, что такое может быть только во сне. Я вопросительно взглянул на смотрителя, но он только ухмыльнулся в бороду, словно хотел сказать, то ли еще будет. Мы спускались в долину, когда я начал осознавать, что не помню, как попал в заповедник. Мне захотелось получить от старика хоть какие-нибудь объяснения. Кажется, я сделал неклюжее замечание о том, что, вероятно, неплохо себя чувствуют те счастливчики, которые могут себе позволить жить среди такой красоты. На что он раздраженно ответил, а кто тебе не дает быть в их числе? Я завел заезженную пластинку о том, что не каждый рождается в роскоши, и никто не может распоряжаться своей судьбой. Смотритель оставил мои слова без внимания и сказал, «В том-то и дело, что каждый человек свободен выбирать себе любую судьбу. Единственная свобода, которой мы располагаем, это свобода выбора. Каждый может выбирать все, что захочет». Такое суждение никак не укладывалось в мои представления о жизни, и я начал было возражать. Но смотритель даже не захотел слушать. «Глупец! У тебя есть право выбирать, но ты им не пользуешься. Ты просто не понимаешь, что это означает — выбирать». «Бред какой-то!» — не унимался я. «Как это я могу выбирать все, что захочу? Можно подумать, в этом мире все дозволено». И вдруг я осознал, что это всего лишь сон. А задаченный я не знал, как мне себя вести в такой странной ситуации. Насколько мне не изменяет память, я намекнул старику, что во сне, как, впрочем, и наяву, он волен нести всякую чушь. Вот в этом и заключается вся его свобода. Но, похоже, это замечание нисколько не задело смотрителя. И он только рассмеялся в ответ. Осознавая всю нелепость ситуации, зачем ввязался в дискуссию с персонажем своего же сновидения? Я уже начал раздумывать, не лучше ли мне проснуться. Старик как будто угадал мои мысли. «Ну, хватит. У нас мало времени», — сказал он. «Я не ожидал, что они подошлют мне такого кретина, как ты. И все же мне придется выполнить свою миссию». Я было начал его расспрашивать, что это за миссия и кто такие «они». Мои вопросы он проигнорировал, а задал свою, как мне тогда показалось, дурацкую загадку. «Каждый человек может обрести свободу выбирать все, что захочет. Вот тебе загадка. Как получить эту свободу?» «Если отгадаешь, твои яблоки упадут в небо». «Какие еще яблоки?» Я уже начал терять терпение и сказал, что не собираюсь ничего разгадывать. Это только во сне и в сказках возможны всякие чудеса. А в реальности яблоки в конечном итоге всегда падают на землю. На что он ответил, «Довольно. Идем. Я должен тебе кое-что показать». Проснувшись, я с сожалением осознал, что не помню продолжение сна. Однако у меня оставалось ясное ощущение, будто смотритель вложил в меня какую-то информацию, которую я был не в состоянии выразить словами. В памяти отпечаталось лишь одно непонятное слово. «Транссерфинг». Единственная мысль, которая вертелась у меня в голове, была о том, что нет необходимости самому благоустраивать свой мир. Все уже давным-давно создано без моего участия и для моего же блага. Не следует так же бороться с миром за место под солнцем. Это наименее эффективный способ. Оказывается, мне никто не запрещает просто выбирать для себя тот мир, в котором я хотел бы жить. Поначалу такая идея показалась мне абсурдной. И я бы, скорее всего, забыл про этот сон, но вскоре, к своему великому удивлению, обнаружил. В памяти начали проявляться совершенно ясные воспоминания о том, что смотритель понимал под словом «выбирать» и как это делать. Решение загадки смотрителя пришло само собой, как знание ниоткуда. Каждый день мне открывалось что-то новое, и я всякий раз испытывал грандиозное удивление, граничащее с испугом. Я не в состоянии рационально объяснить, откуда взялись эти знания. Только одно могу утверждать с полной уверенностью. В моей голове не могло родиться ничего подобного. С тех пор, как я открыл для себя транссерфинг, точнее, мне позволили это сделать, моя жизнь наполнилась новым, радостным смыслом. Каждый, кто хоть раз занимался каким-нибудь творчеством, знает, какую радость и удовлетворение приносят произведение, созданное своими руками. Но это ничто в сравнении с процессом творения своей судьбы. Хотя термин творения судьбы в его обычном смысле здесь не совсем подходит. Транссерфинг — это способ выбирать свою судьбу буквально, как товар в супермаркете. О том, что все это означает, я и хочу рассказать. Вы узнаете, почему яблоки могут падать в небо, что такое шелест утренних звезд, а также о многих других очень необычных вещах. Субтитры